Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» И с вами я, актер Владимир Ямненко Дорогие друзья, будьте вы нам здоровы И я вас очень прошу, не будьте жадными Дайте возможность быть здоровым вашим друзьям, знакомым, родственникам, соседям, недругам в конце концов Пусть будут тоже здоровы Потому как, сами знаете, смех продлевает жизнь Поэтому дает возможность быть здоровым Ну да, и не забывайте, конечно же, подписывать этих всех своих знакомых, друзей, родственников Ну и, конечно же, писать комментарии И не забудьте нажимать на колокольчик, и будем видеться с вами каждый день А мы начинаем Вспомнился анекдот из прошлого, еще там, с советского времени Когда симфонический оркестр исполняет симфонию В зале сидит автор, а рядом с ним сидит КГБшник Ну и тут скрипочки пошли, тут духовые пошли Пошли опять скрипочки А виолончели подключились И все так вместе И это перелив тонов Это перелив звука И вдруг бум-бум-бум Литавры И опять литавры молчат Опять скрипочки Виолончели Духовые Пошли Струнные Класс Перелив звука И тут опять литавры Бум-бум-бум Симфония закончилась КГБшник поворачивается к автору И говорит Неплохая симфония Все как-то вместе молодцы Дружно работают А чего у вас этот барабанщик Только бум-бум и все Что-то так мало Это понимаете Это человек на литаврах У него партия такая Слышишь ты Партия у нас одна А стучать надо почаще Рассказали как анекдотичную историю Ну не знаю насколько правда Как-то собрал В одном из городков Мэр Всех своих подчиненных Ну разных там Начальство Все это знаете Начальство полиции Начальство там Других руководителей Ну и обсуждают Какой-то вопрос Ну и кто-то там курил Не забычковал И начался пожар Выйти из комнаты невозможно Четвертый этаж Все паникуют Бегают туда-сюда Ааа Помогите А внизу собрались люди Взяли одеяло Расстелили Говорят Прыгайте товарищ мэр Первый мэр становится На окно Прыгает вниз Они бах Одеяло убирают Мэр Ляп Лежит Говорит За ним главный бухгалтер Говорит Ааа Помогите Они говорят Прыгайте главный бухгалтер Она Не ну держите об одеяло Ну пожалуйста держите Я прыгаю Давайте быстрее прыгайте Она прыгает на одеяло Они бах Опять одеяло убирают Она ляп об асфальт Ну тут начальник милиции Подходит Говорит Значит так Положили одеяло На землю И сами отошли На 4 метра Я пошел Жена уезжает В командировку Ну и перед отъездом Решила прибраться В квартире Все так тщательно Там вымывает Там чистит Там Муж смотрит на это все Говорит Дорогая Я что-то не понимаю Ты что делаешь Тебе же в командировку Ехать надо Говорит Ну вот я приберусь И поеду Зачем Говорит Да Ты потом опять Соседку какую-то приведешь И в парадном будут шептаться Что у нас в комнате грязно Встречаются два друга Один говорит Слышишь Толян Я тебе скажу Твоя эта Наташка Она реально на тебя запала Да ладно Я тебе отвечаю На Верочку Точно Ты откуда ты знаешь Ну как она всю ночь Меня твоим именем называла Друзья А знаете Почему стихи Нужно читать На табуретке А? Объясняю Это для того Чтобы заскучавшая Публика Могла Одним Движением Ноги Закончить Вечер поэзии Изя Изя Дорогие друзья Дорогие друзья Ну все говорят Мы идем в будущее Мы идем в новые перспективы А я вам скажу Вы знаете Когда идти в будущее Нужно не забывать о прошлом Потому как в прошлом Тоже было очень много Замечательных вещей Вот у нас например Да Давайте посмотрим на нашем примере Смотрим Изобрели новый препарат Для умственно отсталых Ну дабы повысить их умственное развитие Ну решили провести эксперимент Выбрали группу экспериментуриных На них проверяют этот препарат Все проходит вроде неплохо Пару дней Потом неделю Каких-то особых улучшений Никто не замечает И вдруг Один из пациентов Приходит к врачу И говорит Доктор А скажите пожалуйста Почему вы мне заменили таблеточки Доктор обрадовался Думает Наконец-то действует Говорит А как вы это определили Молодой человек Говорит Раньше Когда я их бросал в унитаз Они плавали А теперь тонут Знаете друзья Я такой Никому не капельный человек Ну да Вот только начиная разговор Я уже думаю Как избавиться от трупов Парень увидел девушку и говорит Девушка погодите Погодите Вы знаете Если бы я был поэтом Я бы написал для вас стихи А если бы я был художником Я бы написал бы ваш портрет Ну простите Я всего лишь Сторож на мебельной фабрике Поэтому хочу предложить вам кровать Встречаются две соседки Одна такая нервная вся Она говорит Софочка Что случилось Что случилось Миша понимаешь Он пошел на речку Топить кошку Так что такое Что за нервы Как что за нервы Кошка час уже дома Мужик на кухне Сидит Смотрит на жену Достает из вазы ромашку И начинает гадать Стандарт Орал Аннал Стандарт Орал Аннал Жена поворачивается к нему Говорит Коля Что ты делаешь Говорит Вот гадаю Что ночью мне предстоит Говорит Забудь Говорит А Забудь Он берет Достает вторую ромашку Катька Ленка Светка Катька Ленка Светка Ну что ж Дорогие друзья Вы прекрасно знаете Что сами не скучаете И другим не даете Поэтому подключайте Всех своих знакомых Близких Родственников Подписывайте их На наш канал А вы сами не забывайте Писать комментарии И нажимать на колокольчик Чтобы мы виделись с вами Каждый день А пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok